доброго здравия уважаемые зрители канала youtube сегодня поговорим на такую тему в общем пока суть до дела как я говорил в прошлом ролике жду платы балансировки чтобы не не спалить те они старый который ждал два месяца про провел опыты сегодня мне принесли значит блок вернее как понижающий трансформатор на 500 аж 500 вольт ампер ну это где-то там скинуть это 400 ватт примерно точно переменный ток я опустил ночи на переменной что получилось получилось вход 115 ватт у меня 115 вольт 140 ватт всего значит он четыре лампочки держит и напряжение 67 то есть всего 116 ватт то есть как сказать дерьмо это написал не хорошее слово зачеркну его по-русски дерьмо тогда снова произвел на 6 лампочек произвел опыт уже поставил значит то есть подал в данном варианте значит было подано 115 вольт переменного тока а тут подал значит 80 вольт постоянного тока у у меня получилось на 6 лампочек 97 вольт выход то есть 253 ватта по формуле вход и 97 ватт выход кпд 260 процента видите как видите с постоянным током напряжение ниже его на 20 вольт тут 115 тут 80 даже больше чем на 20 а тут кпд у нас значит эти даже меньше единицы сейчас посчитаем 116 вот 116 это с переменным током нас на 115 вольт 115 вы вернее игру ну да 116 разделим на 140 который вход брал 82 процента всего кпд видите а при постоянном токе даже ниже напряжения кпд 260 процентов правда такие правила не всегда если я подам переменный ток свыше 150 вольт тогда тоже самое идет так же как здесь как постоянным то есть переменный ток слабого напряжения не дает кпд выше единицы если подать 230 полную так я показывал то получается там 8 8 8 лампочек это 775 ватт а вход 225 то есть кпд тоже 300 процентов а при подачи видите переменного тока слабого напряжения . то есть тут двояко сказать что переменный ток значит как сказать при слабом напряжении не дает дает значит мощности гораздо меньше при напряжении свыше 150 160 вольт или при полном дает то же самое стоит что и постоянный ток то есть применение значит применение постоянного тока если у вас напряжение менее 150 вольт на мотор или там еще куда нужно какие-то устройства дает эффективность видите тут 260 процент кпд вот а тут 80 260 разделим на 80 то есть 325 раза меньше ведь и дает пока напряжение у него будет меньше чем 150 вольт это я померил а дальше уже все нормально все так же как из постоянного будет хотя с постоянным током с постоянными я не знаю при 230 вольтах у меня просто нечем было запустить то все то есть на по на полную мощь на 230 вольт пускал с переменным током так у меня постоянный там максимум можно набрать у меня нет мощных этих как набираюсь это из соединяя упрямители последовательно максимум набираю на 150 вольт то есть мерил на 150 вольт не больше то есть возможно и на полной мощности может быть и другие будет показатели надо тоже как говорится пока вот нет этих досок произвести измерения значит на постоянный ток попробовать подать полную 220 230 вольт постоянного тока возможно показатели будет выше еще но это так предположение на под на на токе значит и какой вывод здесь вывод с опытов значит переменный ток ниже 150 вольт переменный ток ниже 150 вольт не применяйте у вас не выйдет системе ротоверта не применяйте у вас не выйдет кпд выше единицы видите меньше единицы получается а если напряжение перемена только свыше 150 150 вольт то все нормально на напряжение до 150 вольт то есть на низких напряжениях применяйте постоянный ток и во первых для мотора это лучше он меньше портится плавно идет меньше носит рывков меньше там срывает подсыпники и так далее ну и на кпд сами видите тут в три раза кпд увеличивается 3 чем-то раза эти как то есть переменный ток применяйте только на напряжение свыше для построек ротоверта напряжение свыше 150 вольт но я вашу в основном его применял максимально или включал через этот самый тиристор не резистор ползунок и вот когда включают 110 то есть кпд никакого ступи 115 150 включаясь уже пошло вверх уже кпд выше а когда на полную там уже в три раза как уже мерил у меня ролики есть по этому делу то есть не то что там говорю с головы все это замерял промерял уже сколько вставка два года уже это то есть я вам сегодня хотел сообщить вам и себе и всем кто занимается носить бгт и просто для людей что при низких токах при низких токов при низких напряжениях для электродвигателей лучше будет постоянный ток намного больше кпд и больше и надежнее как говорится и плавный ход вот и меньше износ и все прочего то есть на низких напряжениях применяйте постоянный ток на этом заканчиваю сегодня до свидания до новых встреч в эфире